Мы с вами рассмотрели систему, где мы зажимали то температуру, то давление, где-то температуру и давление. Но Кожинский обратился вот к этому человеку. Здесь есть экстенсивный аппарат и интенсивный аппарат. И компонент как? Понятно. А нельзя ли, поскольку химический потенциал является интенсивным аппаратом, точно так и обладающим химическим свойством, но не совсем таким, это интенсивный аппарат. А что если у нас для некоторых компонентов, когда я рисую систему, значит, кто-то скажет, температуру, что скажем, где нет, где нет, где нет, а для ряда компонентов, Градиент есть, а для компонентов, то есть от Ж до К, то есть Ж боку после И до Градиента, тоже больше. Для них Градиента есть, а для других нет. Вот, собственно, и Володя. Значит, ну давайте посмотрим теперь, что стоит за этой логикой. Вот, значит, природные процессы минерал-образания, они все притекают в ходе гетерогенных реакций. Что такое гетерогенные реакции, где у нас есть твердые минералы, да, и флюид, или жидкость, или раствор, или газовый раствор, так далее, так далее. Ну, можно это, так сказать, прористрируют этим рисунком, значит. Вот у нас зерна минералы, там, так далее, но у меня что, есть вероцерновое пространство, есть трещинки, микротрещинки, поры и так далее, так далее, так далее. Чем они запомнили? Ну, запомнили, что жидкость, природная фаза, она, природа процессов, она как бы подвижна, нафильтруется, как бы через вот эту вот твердую, твердую ситку, так сказать, и так далее. И те компоненты, которые растворены в этом твердую, да, они взаимодействуют с этим минералом, изменяют их. И, значит, продолжают свой путь дальше, так сказать, куда-то, даже, как бы, с одной стороны, осаждают какие-то компоненты, а другие выносят. Ну, яркий пример такой вот реакции амбитизации, реакции калишпатизации и так далее. Вот берем агит, допустим, агит, проходит раствор, в котором высокий потенциал ионов-карьев. Карьев, высокий потенциал, здесь тоже карьев находится, но потенциал от большего к меньшему, да, он начинает входить в минерал, вытеснять оттуда натрий, вот пишем, натрий, уходит в раствор и образуется катапизация. Вот типичный ионно-обменный рябус, который вот примерно такой, по-допустим. Либо, наоборот, высокий потенциал натрий, у нас наоборот пошел процесс. Значит, он решил так, что два, можно вообще компоненты все, которые имеют место в природе, разделить просто на два класса, грубые. На те, которые подвижны. Ну, подвижны имеются и в виду, тут есть термономическое подвижность, а есть геотемическое подвижность. Ну, говорят, по-допустимическим, только в мигре. А есть те, которые стоят на месте и в пространстве, вообще говоря, их положение не меняется. Ну, действительно, в альбите действуют, там, в криорит, да, в кислород, в алюминии, с ним ничего не происходит. Они стоят, а что? Вот эти вот компоненты, или элементы, как угодно, посмотрите, которые не меняют свое положение в процессе энерго-гусалка. Ну, есть тонкости, по крайней мере, так сказать, трогой. Он назвал инертным компонентом. А вторая, другая группа, подвижная. Ну, если переводить это такой на пальцы, так сказать, объяснять. Ну, подвижный компонент, который легко растворялся. В принципе, все можно растворить. И такие тоже явления имеют место. Ну, вот, скажем, на метаморфических пород вода, МЦО2, это всегда подвижный. Всегда подвижный. Поэтому процессы минералообразования, где мы называем, всегда при двух подвижных, это обязательно, да. Ну, добавим сюда еще, так сказать, калий, натрий, часто, так сказать, процессы гранитизации. Ну, я же не говорю, там, всякие, там, газы, там, фторы, хлоры, там, и так далее, все подвижный. Ну, бывает, то, что растворяется, скажем, маг, железо, бывает, такие случаи. Ну, и более-таки энергии, наверное, где алюминий, титан. Кальций, по-моему, подвижный, часто. Но не для всех, в этих процессах, это особая, так сказать, метода выделения подвижных. Ну, короче говоря, разделил он, вот, на две классы, и дал этому терминомическое описание, вот такого рода гидрогенную реакцию. Как это выглядит в математическом? Ну, давайте я сразу дифференциальную форму, вот это ду, 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 значит, тдс, минус, тддс, а вот эту сумму разделю на две полусуммы. Первый член, скажем, я обозначил от А до И какой-то, и не себе как-то писал. А, Д, Д, А, а вторая, по-моему, ду, от G до К, ниже, термин, д, ниже. Пока ничего не изменил, просто я раздражу, не имею право. И вот от G до К, который там, это вполне подвижный, а от Аделья, по-моему. А дальше пошла математика. Ли-жанр. Вот он распространял преобразование ли-жанр. Вот и мы то же самое сейчас делаем. Ну, давай, вот эта долгая песня, так сказать, для всех потенциалов тоже вспомнивает. Ну, их четыре тоже. А именно, УМ, М означает символ подвижный модуль, H модуль, R модуль и G модуль. Самый рабочий, если вы думаете, G, M. Вот для G, M вы сейчас видите, потенциал кожица, G, M. Выводим. Опять советую рисовать такую картинку, если забудете. Значит, вы, пускай G с факторами разнодействия только G, P, 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 P. Энергия от Аделья, и вполне подвижный, Аделья, всего К плюс 2, опять, да? Ну, и здесь потенциальный параметр, тип гиметров давления, и химический потенциал от G, D, P. Понятно, да? Осталось только. От А до И, да? От А до И этой энергии, от G до К подвижный. Значит, потенциал, вспоминаемое определение, это часть внутренней энергии, ну, вот часть внутренней энергии. Видимо, мы разделим просто на большую часть. Которые бывают во всех необратимых процессах при постоянных формах составления. То есть, мы рисуем плюс ночь. Кстати, здесь G, M. Здесь температура, время. Да? Вот оно, исходное состояние. Вот оно пошло, 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 опять же. Всё теми же самыми свойствами. Минимум температура. Есть потенциалы. Вторая производная. Больше 0, 5, 5. Всё то же самое. Но G, M. Значит, что такое G, M? Значит, когда? Значит, что тут не работает? Градиент температуры нет постоянных. Градиента давления нет. Градиента мю, А, Ж, Д, К тоже 0. То есть, у нас работоспособные, так сказать, только воинертные компоненты. Н меняется? Но химический потенциал меняется. Непонятно. А? Чего? Непонятно, почему там Н от А до И, М, А, Ж, Д, К. Ну, разделили мы две части. Непонятно. Ага. Почему? Почему только? Почему там Н от А до И, А, М, А, Ж, Д, К. Не понял. Да. Ну вот. Туда, иди сюда и… Есть… Здесь… 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 Есть… Здесь – N от А до И, М, А, Ж, Д, К. Нет, это – М, А, Ж, Д, К. А, что такое? Н от А до И, А, Ж, Д, К. А, потому что… Я на подвижной… На инертной подвижной. Я только что объяснял вот это для реакции минерального организования. Есть компоненты, которые ей инертной подвижной. Вот это К. Е, к примеру, кислород… Режим начинается с этой вот R. Режим начинается с этой вот R. Нет, давайте, давайте, давайте.